Помощнее, конечно, выглядит пара Лиан Джан Кун и Лин Го Лян. Тяжело в начале матча, и уже под конец дня мы комментируем с Ирье, выговаривая, только что играли корейцы, можно сказать, выражение сломать язык. Есть такое выражение в теннисе, что первое очко, она как карта всего матча. И вот посмотрите, первое очко, край и ошибка соперников. Проверим это, посмотрим, как будет дальше. Конечно, Ван Чикин, молодой парень, и Малонг, чемпион мира. Один из, ну и все этих ребят, самый опытный спортсмен. Вот такое сочетание, молодой и опытный против двух мечтающих о троне. Но Лин Го Ян уже проиграл Малонгу, а Лиан еще будет играть с Малонгом полуфинал. Так что посмотрим. Пока не броская игра, простые ошибки, но 3-1 в пользу Лин Го Яна и Лиана. 3-2. Все вертится вокруг. О, первый розыгрыш, да? Все очень быстро, все очень быстро. Сдержанно, кстати, реагируют зрители. Нормально, вечером сейчас в Будапеште собралось людей. Ну, много китайцев. Традиционно большинство из них болеет за Малонга. Настоящая суперзвезда, не только мировая. Вернее, не только в Китае, но и мировая. 5-2. Лин Го Ян и Лиан Джан. Как же не могу выговорить этого Лиана. 6-2. На подаче, кстати, Лиан. Принимает Малонг. Не, ну, куда вы, ребят? Дали в центре, Малонг вышел ногами. А это значит окончание розыгрыша. Так и произошло. Отмечали, что на этом чемпионате Малонг играет невероятно разнообразно. И принимает подачи. Создает позиции, удобные для контратак. Так, ну что там? Вон, чекин. Не готов оказался. Провалился ногами. 7-3. Ух ты как, а! Вроде бы левша-правша. И не разобрались они. Ну, хорошо сейчас сыграли. Малонг и молодой его собрат в кавычках. Да, да, 8-4. Конечно, в случае поражения Малонг скажет. Ну, что вы хотите? Молодой, вончик кин. Что я могу сделать? Ну, думаю. И есть чисто любивые планы о финале. Ого! Вот это, однако, скрут. Это одна из сильнейших сторон Ванчикина. Посмотрим вторую подачу, как он примет. Тут же надо понимать, что если слабо скрутит, там будет атака Лиана. Ого! Ого! С большущим трудом Лиан прошел Коки Ниву 4-3. В последнем сете там оторвался, выиграл. Но испытывал колоссальные сложности. И в основном эти сложности казались, касались не игры, а психологии. 8-6. 8-6. И на подачах Ван Чи Кин. И что-то опять ошибается. Лиан. Лиан Джан Кун. Обыграл Фан Джан Донга. Ну, кстати, это мало, что порой дает, да. Гаузи обыграл Ксюксиня, второго посеянного игрока. И кажется, все, Гаузи играет на уровне второго. А нет, проиграл Фальку. Вот. 16-й в мире рейтинг. До чемпионата. Сейчас, конечно же, выше. Не вышел снова ногами Ван Чи Кин. Он чуть-чуть не успевает читать на опережение. То есть, техника есть, но он долго думает, куда же сыграют. И это приводит к тому, что мяч уже летит на него, и он начинает двигаться, и не успевает, падает. Ну, в общем-то. 9-7. На приеме Малон. Мало, кстати, Малон в паре скручивает. Ну, посмотрим. Что ж такое с Лианом Джанкуном? Чуть уже второй или третий такой удар упасит в сетку. 9-8. Напомню, было преимущество 8-4. Малон в этом сете классический принимал подачу, оставлял коротко подправа. И приносило это успех. Но не оценил вращение. Оказалось, не так много там нижнего вращения. Завысилась она и люголян скинул. Ой-ой-ой, ванчики, ну молодец! Куевики прочитал позицию, и все совпало во времени. 10-9. Малон подает, но пока я не вижу преимущества ни одной из пар на подачу, что если подает, это как бы хорошо. Опровергает меня ванчики. очень хорошо оставил коротко люголян, но прочитал это ванчики, налетел и скинул справа. Причем с таким каким-то верхним вращением. Так, совещание между четырьмя спортсменами. Вот они тут разговаривают. Подавай то, я приму так. Ну, ванчикин, я же сказал, практически все время скручивает слева. Ну, Лиан Джан Кун оказался не готов. Что будет так глубоко. Так, Малон скорректировал подачу, чтобы найти атаку. И опять Лиан Джан Кун. Не знаю, что-то как бы многовато, ошибается. Миллиан ошибся раз или два, все остальное Лиан Джан Кун. Ввели они сет, все было нормально. Не знаю, сейчас поговорят. Малон традиционно сел в кресло, ну и ванчики, ну ничего не оставалось. Посмотрел, посмотрел и тоже сел. И вот они вдвоем сидят на таких тренерских тронах. Высокие здесь стулья, потому что вот эта реклама, видите, вокруг Липхард, Кисот, это электронные такие табло, и они довольно высокие. Они выше, даже порой по грудь некоторым спортсменам. Линго Яны, Лиан, и соперники молонга, давайте я так скажу, просто стоят и разговаривают. Поднял руку судья и выходят они. Линжин-Кун и Лю Го Ля. Был тут интересный спортсмен, ну, был он, выбыл, с ним все нормально, но он выбыл соревнований, он был, если не ошибаюсь, тоже с Азией, по Гонконг или Таиланд, Таиланд, так вот у него фамилия была из 16 букв, не решился я ее прочитать. Правда, имя там было тоже букв 9-10, поэтому, как говорится, хорошо, что он не попал на эту стадию, а то пришлось бы я даже не знаю, каким образом мне разговаривать. 3-0. Повели ребята в черном. Снова мажет Ван Чикин и 4-0. Так, ну что, Малонг подает, принимает Линь, Джан Кун. Скрутил в трос и мяч улетел за стол. Хорошо, кстати, этот элемент выполняет Джан Кун. 4-2. 4-2. Китайцы кричат одно и то же. Малонг, Чайя, Китай, Чайна, Чайян, Ван Чикин, Чайя. Ну, Ван Чикин, они, кстати, не кричат, кричат все время Малон, Чайна. И сидят с такими табличками Малонг, закрывая себе рот. Необычно все. Естественно, масса азиатов ходит в таких масках, закрывающих рот, тоже черных зловеще выглядит, как будто началась эпоха апокалипсиса, а у нас 4-3. В пользу черненьких в шахматах играют черные против белых, а здесь красные против черных. 4-4. Напомню, было 4-0 начали сета и, казалось, сохранят хоть какое-то преимущество, но нет, 4-4 на подачах Ван Чикин. Да, получается, вот эта расстановка подачи Ван Чикин очень удобной Лингу Яну для скрута. Молонг сыграл такое ощущение ногтями. Мяч как-то так с таким звуком упал и 5-5. Так, Ли. 6-5. Ну, много простых ошибок, конечно. Ух! Тут отмечу Ван Чикина очень мощно по прямой сыграл, но были к этому готовы, ребята. Лянь Джанкун и Лингу Яну. Что, неужели опять нас ждет семисетовый матч? Да, ты знаешь, ну, вот пока Молонг вместе со своим младшим собратом, я так их называю, довольно хорошо разыгрывает некоторые комбинации. Сейчас подача вылетела, конечно. И ты знаешь, если опять в конце первого сета начались проблемы у Лин Джанкуна, снова что-то на него накатило, и он четыре раза ошибся. Как тебе это? Ну, простая ошибка Лин Джанкуня не может совладать с собой. Я не знаю, что там происходит. Тоже, наверное, перечитал интернета и сетей после победы Фан Джин Донга. И давит все это. Да. Ну, это уже совсем другой разряд, конечно. 7-7 и 8-7 Малон выходит вперед. Началось это было 4-0, а здесь уже 8-7 в пользу Малонга и Ван Чикина. Принял подачу Ван Чикин хорошо. Я иногда вот по поводу Ван Чикина и его игры с Малоном, соответственно, они же вместе тренировались в паре. Малонг сказал, что я поверил, что смогу стать чемпионом мира, когда на тренировочном сборе, этапе попал в одну комнату с Малинем. И вот общение с Малинем так вдохновило меня. С Малинем? Да, именно с Малинем. Что Малонг начал свое восхождение на вершины Олимпа теннисного. А, это он про свою юность говорил, Вроде бы был, да, равный сет, а вот 11-7. Ты знаешь, Сергей, не соглашусь с тобой. Говорили концов. Все время было такое легкое игровое преимущество, даже при равном в счете. Легкое игровое преимущество было на стороне пары Малонг-Мальчики. Ну и, соответственно, в концовке оно вылилось преимущество уже в 4 очка. Вот. И если Лин Гайю не играет в целом, Лин Го Лян в целом, нормально, он где-то допускает, но нормально на своем муре, то вот игра Ляна Джампуна вызывает массу вопросов. И ты сам играл много в паре и добился массу побед. Ты знаешь, как вот нелегко когда играешь и чувствуешь, что твой напарник что-то там копается не в себе. Ты сам начинаешь тогда где-то осторожничать, как-то перестраховываться. Обычно я, этот напарник. Ну, не надо так самокритично. Ну что, 2.0? Не, ну хорошая пара. Слушай, Лян Джампун, Лин Гайю. Тут какой-то молодой и старик. Ну, старики опытные, но молодого можно разыграть. Но, правда, молодой очень кусочек. Ты знаешь, это не тот молодой, что там срежешь, он тебе срежет в ответ, да? Ну, тут, конечно, полностью сконцентрирован вон Чукин на парном разряде. Не играет больше нигде в этом чемпионате. Да, да. Ну, я считаю, приехал он набираться опыта, несмотря на то, что ему ну, 18-19, не знаю, когда-нибудь день рождения, но где-то тот район, скажем так, возраста. 2000 года рождения? Может быть. Может быть. Так, ну что тут? тут 2-0. 2-1, я даю, да. Ну, малон. Слушай, ну, тяжело оценить, ты знаешь, плоскарь. То, что улетело, конечно, метр за стол, кажется, что плоскарь, но малон. Ну, все идет под диктовку. Смотри, сейчас подаю, он скручивает, ты контратакуешь, я добавляю. ну, все-таки происходит. Чувствуется, что малон. Все, а сейчас, а сейчас, да, а сейчас, смотри, принимает ванчикин, и он практически всегда скручивает. Длинный подачу. Ну, понятно, он все скручивает, уже подали длинный. Вот. не готов Лиан Джи Кунь, Лиан Джи Кунь, такому приему. Зачем, кстати, сделал милирование Лиан Джи Кунь? Так, чтобы выделяться на фоне остальных китайцев. А так он не заметен, да, по-твоему? Модник. Китайский плейбой. Возможно. Плейбой, филантроп. Ну, не знаю, насчет филантропа. Ну, как-то мужчине не сильно принято делать милирование. При первой возможности спросим, я думаю, да, Сергей? Почему бы и нет? 4-3, тем временем, в счет. Досадную ошибку допустили. ребята в красном. Опа, чё блок. Чё блок. Чё блок. да, Малон, конечно, продолжает удивлять и в парах, да? очень уверенно играет, но где бы не играл, везде король. Ну, не знаю, так ощущение, что он за этот период, пока был травмирован, постиг какие-то тайны настольного тенниса. Возможно, уехал куда-то потренироваться к какому-нибудь шаману в Аргентину. Ну, во-первых, я тебе скажу, что шаманов в Аргентине нет. Шаманы все-таки там в Северной Америке и в северных странах там маги, да? Маги. Ну, не знаю насчет Аргентины, почему именно туда. Ну, очень играет сильно Малон. Во всех позициях он находит такие вроде бы простенькие решения, но которые приводят в конечном итоге к выигрыше. Ну, 5-5. И сейчас как раз подает Малон. Иван Чекин будет готовиться атаковать, если получится. Не получилось. Ух ты, чути. Леан Джанкун вдруг неожиданно вспомнил, что он игрок мирового уровня. 6-5. А что такое мировой уровень? Вы считаете? А я отвечу очень просто. Если ты в восьмерке мира, то ты на мировом уровне. А в сотне мира ты не на мировом уровне? В сотне мира все-таки ты в сотне мира, а не на мировом уровне. ну, Леан Джанкун не просто на мировом уровне, он один из фаворитов турнира. Ну, безусловно. Меркнул, как-то сказать, правильно. Свет погас на мгновение. В зале интересный момент. перебои с освещением у ветров. Надеюсь, что это не в мои глаза. Ну, может. Тут много, конечно, электричества. В зале такая невероятная атмосфера и различные цветовые эффекты. На подача, кстати, клингойян и на приеме ванчекин. Традиционно уже скрутка и весь примуток. Да, да. Просто малонг знает, четко знает, куда сыграет ванчекин и такое ощущение, что как играет, как клон малонга. Знаешь, он действует уже как левая рука у малонга ванчекин. Ну, что-то такое, да, понимаешь. Кстати, левая рука у него. Да. Просто ласкают наши взоры этой игрой летайцы. Ну, как-то можно перекрутить. Слушай, ну, там наискось, ну, невероятно тяжело. Ну, просто... Просто утеха для глаз такой настойный теннис. Рад я за ванчекин что он прочитал это, сделал два шага и оказался прав, потом уже добил мяч. Вот. Молодец. 8-7. 9-7. Да что, все что ли? Ай да малон. Слушай. Ну, он близок к финалу парного разряда. После этого матча будет, кстати, второй полуфинал и там будет, там будет, конечно, драйв. Я не знаю насчет уровня игры покажут ли такой космический уровень. А тем временем 10-7. Покажут ли космический уровень португальцы и против румына и испанца. Но, конечно. Снова. Посмотри, Малон, ну как он сыграл? Он оставлял направо, сейчас пропилил мяч налево. Линго Ян не ожидал, отдал под атаку ванчетину и держите 11-7. 3-0. 3-0 вырывается пара. Вырывается. Это не то слово, Сергей, вырывается. Настоящий лидер китайской команды Малон. Своим примером, своим поведением идет вперед. Китайцы Я думаю, на следующем чемпионате мира в Гусане возглавят свою команду Малон. Да, мы надеемся, что не завершит он карьеру и через два года еще. Я имею ввиду командную чемпионат мира в Гусане в следующем году. Да. Я понял, о чем ты говоришь. Кстати, сильная сборная интересна будет следить за следующим чемпионатом. Отступимся немножко от этого. Не такое уже и доминирование у сборной Китая. Ну, конечно, три невероятно сильных игрока мы сейчас выделяются на основном фоне. Малон, Фан Джин Донг и вот как мы видим Лян Чан Кунь. Но и корейцы это недалеко, и японцы борются на раппе. Ну, хорошо. Ну, а кто обыграл китайцев? Давай вспомним. Гаузи. А кто еще? Все? Пока никто. Пока никто. В том-то и дело. Да, друг друга выбивают китайцы. Поэтому, представ, сборная Франции встречается с Китаем, но Гаузи обыграл к Субсиньо. И что? А где еще взять два очка? Ну, это дело будущего. А сейчас у нас не складывается игра. Кстати, 4-0 проиграл сегодня Лин Гауянь Малонгу и может опять повторить этот результат только уже в паре со своим напарником. Да, да. Ну, как? Ну, смотри. Ну, мне просто удивляет. Идет подача на Малонгу. Малонг, напомню, в паре, ну, я не знаю, может, я невнимательно смотрю или что-то, но он ни разу не скрутил слева. Он все играет справа. Коротко. Да, коротко. Единственное, варьирует, куда играть и варьирует, где-то пропиливает мяч, где-то плоско. Ну, может, что-то поагрессивнее подать? Ну, я имею в виду, не надо. Длинно, конечно, на Малонгу и пойти за мячом. из уважения к Малонгу просто такие подачи. Ну, просто как-то странно все это. Все, тайм-аут берут. Лин Джанкун опять запулил мяч не весь куда. М-да. Несет свой параллелепипед с цифрами судья. Крупный такой мужчина. Да, я сейчас только заметил, о чем ты. Прямо да. Не хотел бы я с ним бороться, не знаю, в какую-нибудь борьбу с умом. За центнер, так скажем так, судья. Я думаю, что так все игроки, я имею в виду, по струнке-то ходят. Побаиваются, они, может быть, судью. Молчат, между прочим, Малонг и Ванчикин, но сейчас только Малонг что-то начал говорить. Может, предлагает паб на вечер, Ванчикиню. Ну, слушай, какой еще паб, там очень, вряд ли это возможно. Я думаю, предлагает Ванчикину выиграть этот сет. Одно другому не помеха, как говорится, нам на подачах Малонг. Да, а на приеме... Непонятно, просто руку показал Малонгу, Ванчикин, что имел в виду? Господи, что это? Что это? А ну, что сказать? Слушай, подай ему там что-то подлиннее, пусть начнет. Я все решу. Как это вообще? Возможно, 5-1. На мониторах сейчас лисенок, который говорит, это был грейтшот. Сергей, переведи, по-моему. Грейтшот. Отличный розыгрыш. Может, удар? Розыгрыш и удар. Не листок контекста, потому что. Ну, снова подача, Ванчикин скручивает. все как бы однопразно. Я не знаю. Ну, подай ты чуть длиннее низ. Чтобы Ванчикин не так жестко скрутил. Ну, есть же способы борьбы. Просто разгром. Ну, вот. Глянь, Джанкун. В очередной раз иногда вспоминает, что он может играть в теннис, а не только милировать голову. 6-2. А, смотрите, сопля вернулась обратно через сетку. Ну, это, конечно, здорово. Ну, не сопля вернулась Сергея, а вернулся мяч через сетку, задевший трос сетки. К чему это же манство, Максим? Да, снова Ванчикин разряжает свою пушку. 7-3. Игровой перевес очень большой. Не показывает тут уровень игры, особенно Лианг Джанкун, который он может. переигрывает. Переигрывает, переигрывает, в общем. Малонки его маленький собрат. ведет он к золоту, честно говоря. Без шансов. Да. Это казалось бы, да, равные пары, но постоянно перевес в сторону. Ну, слушай, вот кто здесь выигрывает, ты же понимаешь, в финале будет преимущество Китая процентов 80. Неважно, кто там выиграют, португальцы или румыно-испанцы, но хотелось бы, конечно, увидеть европейскую фпару на первом месте чемпионата мира. Это бы вошло в историю. Слушай, слишком уверенно выгодкинается. Мне просто вот это кричал Малонг Чайо. Почему нельзя крикнуть что-то еще? Ты вот помнишь? Ну, допустим, вот Шибаеву кричали. И кричали и кончай его. Да. И Саня давай. И Саня давай, и кончай его. А якобы делось что кричали? Яков сильный? Да, кричали и курва топ спин и многое что еще говорили польские фанаты. А Хьюго как, кричали эти бразильцы? Хьюго, Хьюго. Да. А здесь Малонг Чайо. Ну что, матчпоинт здесь 5. Переиграли, просто переиграли в теннис, переиграл Малонг и Ван Чекин помог в этом, естественно, потому что пара есть пара, не может один все тянуть. Шикарный скрут. Браво! Поздравляем, ребят, с выходом в финал. Ну а Лин Гайю и Джун. Лин Джанкунь. Да, Лин Джанкуню. Пускай тренируются, не знаю, что сказать. Увидим мы еще Лин Джанкуня в полуфинале. Шватомиров опять против Малонга. Да. А мы с вами прощаемся. С вами были Максим Черепнин и Сергей Барановский. До новых встреч! Продолжение следует...